Уважаемые товарищи, приветствую вас в этот знаменательный день, в день, когда на атомных подводных крейсерах император Александр III и Красноярск поднимаются военно-морские флаги. И эти грозные, не имеющие равных в своём классе ракетоносцы, начинают службу в составе нашего военно-морского флота. Мы последовательно оснащаем военно-морской флот самой современной техникой и вооружением. И подчеркну, увеличением именно серийного производства занимаемся. Так, император Александр III – это уже седьмой корабль в серии стратегических ракетоносцев класса «Борей», а крейсер «Красноярск» – четвёртый корабль в серии многоцелевых атомных лодок класса «Ясень». Отмечу, что присвоение подводным ракетоносцам класса «Борей» названий в честь выдающихся полководцев и государственных деятелей нашего Отечества стала традицией. Атомные крейсеры Юрий Долгорукий, Александр Невский, Владимир Мономах, князь Владимир, князь Олег и генералиссимус Суворов, а с этого дня и император Александр III долгие годы будут надёжно защищать безопасность России, выполнять задачи по обеспечению стратегического сдерживания. Каждый из них вооружён межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава». Грозным оружием обладают и многоцелевые атомные подводные лодки класса «Ясень-М». Они оснащены высокоточными ракетами большой дальности и могут наносить удары как по надводным целям, так и по береговым объектам. Уже в скором времени подводные ракетоносцы император Александр III и Красноярск начнут нести вахту на Тихоокеанском флоте, охранять дальневосточные рубежи Отечества. Работа по повышению военно-морской мощи России, безусловно, будет продолжена. В ближайшие годы в рамках государственной программы о вооружении только со стапелей легендарного «Севмаша» должны быть спущены на воду и переданы военно-морскому флоту еще три стратегических ракетоносца класса «Бори-А». Одновременно строятся пять подводных лодок класса «Ясень-М». В том числе на завершающем этапе находится атомный крейсер «Архангельск». Мы обязательно реализуем все наши планы по строительству подводных и надводных кораблей. Количественно укрепим боеготовность военно-морского флота России, нашу морскую мощь в Арктике, на Дальнем Востоке, на Черном, на Балтийском море, на Каспии. В важнейших стратегических районах Мирового океана. Хочу поздравить военных моряков, корабелов «Севмаша» с сегодняшним большим, важным событием. Поблагодарить трудовой коллектив предприятия за профессионализм и самоотдачу. А экипажам подводных ракетоносцев пожелать успешной службы в интересах нашего народа и нашего государства. Товарищ главнокомандующий военно-морским флотом, атомный подводный крейсер «Император Александр Третий» успешно завершил государственные испытания. К подъему военно-морского флага готов. Товарищ главнокомандующий военно-морским флотом, атомный подводный крейсер «Красноярск» успешно завершил государственные испытания. К подъему военно-морского флага готов. Товарищ Верховный Главнокомандующий, корабли успешно завершили государственное испытание. К подъему флага готово. Разрешите приступить? Разрешаю. Флаги поднять! Флаги поднять! Флаги поднять! Военно-морской флаг на атомном подводном креселе Император Александр Третий поднят! Товарищ Главнокомандующий, военно-морским флотом, военно-морской флаг на атомном подводном креселе Красноярск поднят! Товарищ Верховный Главнокомандующий! Военно-морские флаги на кораблях подняты! Ура! 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 Птимония подъема военно-морского флага на атомных подводных крейсерах Император Александр Третий и Красноярск завершена! Поздравляю вас с праздником! Удачи вам в службе России! Ура! 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 Ура!